Глава Госдепа США Рекс Тиллорсон собирается в Москву. Его визит намечен на 12 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники. В эти дни госсекретарь встречается с Борисом Джонсоном. Главный британский дипломат прибыл с визитом в Вашингтон. Накануне Британская Таймс писала, что Джонсон собирается в США обсуждать действия России в Украине с самим Дональдом Трампом. Так ли вышло на самом деле? Дмитрий Анопченко с подробностями. Чего он только не наговорил о Трампе. Что тот не в своем уме, что тот не годится для работы президентом из-за невероятного невежества. Но сегодня все предпочитают делать вид, что ничего вроде бы и не было. Британский министр Борис Джонсон что ничего не говорил, команда Трампа что ничего не слышали. Ведь есть вещи поважнее старых обид. В Foreign Office сообщили BBC. В Америке Джонсон намерен всячески избегать конфликтных тем. Тех же недавних разговоров, что это, мол, британская разведка по просьбе Обамы прослушивала Трампа. Не будет особо педалировать и на российской теме. Его главная цель – прямое торговое соглашение между США и Великобританией. В Вашингтоне Джонсона примут и госсекретарь, и видные сенаторы, и советники президента. А вот сам Дональд Трамп времени не нашел. Возможно, не его уровень. Возможно, просто намекая, что дружба дружбой, но ничто не забыто. Британский министр пробудет здесь, в Вашингтоне, два дня, поскольку уже завтра госсекретарь Рекс Тилерсон впервые созывает так называемую встречу глобальной коалиции. Прибудут министры иностранных дел 68 стран мира для того, чтобы выработать совместный план по борьбе с ИГИЛ, что для новой американской администрации является безусловным приоритетом. В столице уже сейчас повышенные меры безопасности. На улицах много полиции. Вашингтонские отели, где становятся участники встречи, взяли под охрану, чтобы избежать любых проблем или провокаций. Будет и украинская делегация. Для страны важно чувствовать себя частью глобальной коалиции. О терроризме Украина знает не понаслышке. Ну и еще две темы, о которых здесь, в Конгрессе, говорят сегодня все. Это возможное влияние России на американскую политику и американские выборы, и возможная прослушка Дональда Трампа. И заявления по этому поводу делают противоречивые. Сенаторы говорят, что после вчерашних слушаний с участием главы ФБР вызовут его вновь. Их расследование продолжится. Даже несмотря на оптимистичный твит самого Трампа, мол, тема может быть закрыта, силовики сказали Конгрессу, что Россия не повлияла на процесс выборов. Главы обоих ведомств действительно сообщили конгрессменам, что у них нет свидетельств о реальном влиянии Москвы на результаты голосования. Вместе с тем ФБР уверены, что Россия хотела помочь Трампу и навредить Хиллари. А вот что касается вмешательства не из-за рубежа, а внутри страны, то расследование тоже открыто. И Комитет по разведке Палаты представителей не исключает, что в ходе гонки за Трампом и его помощниками действительно следили. Из Вашингтона Дмитрий Анопшенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.